Когда случилась, в общем-то, история с пастухами и Маше, и в 19 стихе они сказали, какой-то египтянин защищал нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец. Он сказал дочерям своим, где же он, зачем же вы оставили его, позовите его, пусть он есть хлеб. Теперь повторите то, что вы сказали. Спасибо большое. Вопрос отпал, да? Но тот вопрос, который я хотел задать, на самом деле, у меня теперь появился вопрос. Когда мы читаем и говорим, почему того-то или того-то не сделал тот-то персонаж Писания в данном конкретном случае, можем ли мы утверждать, что он этого не сделал? Не всегда. Почему? Потому что не все там описано. И здесь мы должны понимать, то есть мы видим часть повествования, но та часть, которую мы видим, не является всеми событиями, которые произошли. Понятно, да? Но здесь, кроме всего, написано, что его просто рядом не было. Он у них, кстати, узнал, куда выдели мужика. Хороший мужик, чего они взяли с собой? Написано, что они видели его, как? Как и египтянин. Как египтянин. А почему? Потому что он внешне был одет, как египтянин. И они достаточно легко определили это. И внешность иногда дает посторонним людям идентифицировать нас, как часть того или иного сообщества. К примеру, когда Иешуа шел через Самарию, самарянка достаточно легко спросила, как ты, иудей, откуда знала? Выглядел, выглядел как иудей. То есть, ну, часть самоидентификации – это внешность. Но, опять-таки, это только часть. И, к счастью для нас, не самое важное или главное. Поехали дальше? Отлично. Итак, мы закончили на чем? Достаток человека определял размер жертвы. С одной стороны, мы говорим, размер не важен. Вас рассадить? Вы когда разговариваете, я так молчал. Но я смотрю, что вы не останавливаетесь. А размер не важен. С другой стороны, мы спрашиваем, а точно ли размер не важен? Если человек обладал определенным достатком, достаток был вот, а жертва была? Уже размер становился важным? Понятно? О чем у него речь? А размер не важен в глазах Бога, как размер, если он соизмерим. Умерим? То есть, размер, тогда, не важен. Но если достаток такой, а жертва такая, то размер? Потому что это тогда не жертва. Хорошая украинская пословица. На тебе Божий, шуми не негоже. На самом деле, это тогда перестает жертвой быть по определению того, что является жертва. Жертва не является то, что маленькое или незначительное для приносящего. То есть, для этого человека это является жертвой, а для этого человека этой жертвой являться уже не будет. Размер не важен, когда он соответствует возможностям даятеля. Но размер становится важным для того, является это жертва или нет по отношению к имуществу, которое имеет даятель. Понятно, о чем идет речь? Окей. Важное замечание. Размер жертвы не важен, но тогда понятно. Могу приносить, что попало. Но тогда это не является уже жертвой. Тогда вступает в конфликт с другим определением. Понятно. Вопрос влечения, желания того, что мы хотим сделать, а не вопрос размера. В Талмуде написано Всевышнему угодно любая жертва и не столько важное количество жертвенных животных, сколько состояние души, приносящего жертву. Так, тот, кто желает. Желание жертвовать это потребность, которую Всевышний вложил в кого? В человека. Больше ни в кого не вкладывал. желание жертвовать. Всевышний вложил в кого? В человека. Больше ни в кого не вкладывал. к примеру, может ли собачка что-нибудь пожертвовать? Кошечка, птичка? А? Покушать может? Я не знаю, они могут еще много еще делать, я вам скажу. Не только кушать, они еще и гадят. как в том анейдоте. Хорошо, что коровы не летают, а только птички, потому что они не только кушают. Мы не про это спрашиваем, мы спрашиваем про то, что они могут жертвовать или нет. Возможность жертвований дана только человеку. Итак, это естественное желание. Если вам кто-то что-то сделал хорошее, вы хотите сделать что-то хорошее, ему в ответ. И чем больше хорошего он сделал для вас, тем больше хотите вы сделать ему. Спустя некоторое время Каин и Авель принесли что? Нет. Дар. Тогда еще понятия жертвы не существовало, тогда существовало понятие дар. если кто-то будет основываться на Новом Завете и говорить о том, что они принесли жертву, внимательно посмотрите, там греческие слова, они все равно обозначают дар, хотя все на дальнем написано. Все-таки я склоняюсь к тому, что это был дар, а не жертва. Окей, но не важно. Что-то двигало этими людьми, что ими двигало спустя некоторое время. Важная фраза или нет? В их жизни что-то произошло, что они решили оценить. То есть это нормально, когда в нашей жизни что-то происходит и мы это можем оценить. Каким образом? Принеся дар тому, благодаря которому это все произошло. И когда мы говорили о жертве, мы говорили это выражение благодарности и зависимости от того, благодаря кому это произошло в нашей жизни. И здесь написано, когда вас влечет к сердцу принести жертву все сожжение, это выражение своей зависимости. Другими словами, вы говорите, послушай, я хорошо понимаю, от кого здесь все зависит. Я понимаю, благодаря кому все происходит в моей жизни. И это нормальное естественное желание благодарности, понимание того, что произошло в моей жизни, от кого это все зависит. Потому что если бы я не понимал, от кого это зависит, то мог бы я кому принести? Нет. Если что-то произошло в вашей жизни, и вы не понимаете, кто вам сделал, кому вы будете говорить спасибо? Всем? Некому. Когда вы понимаете, что все в вашей жизни происходит от Всевышнего, то вы говорите спасибо прежде всего. Кому? Всевышнему. Ясно, да? И вы должны понимать, что все доброе, хорошее, что у вас есть, оно пришло от кого? Потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Понятно, что если у вас нету, то он виноват. Нет, если у вас этого нету, это вы заложили его доброе. Понятно, да? Понятна мысль, только кто-либо из вас. Жертва не принимается от любого желающего ее принести. Вопрос. Если Бог вложил желание жертвы каждого человека, жертвы жертвы каждого человека, почему он жертвы принимает только от избранных? А мы сейчас будем отвечать на этот вопрос. Мы сейчас будем отвечать на этот вопрос, потому что этот вопрос достаточно часто звучит. Достаточно часто звучит. Если я каким-то образом не отвечу на этот вопрос, вы в конце его еще раз повторите. Договорились? Итак, не каждый мог принести жертву, а кто-либо из вас. Понятна мысль? Теперь, люди говорят следующим образом, важно, чтобы Бог был у меня в душе, в сердце. Спасибо. Часто мы слышим это. И я спрашиваю таких людей, это важно для кого? Для кого это важно? Для вас это важно. Тот, кто говорит, а для него это важно? кто сказал, что это важно? Ну, вы сказали понятно, большое спасибо вам. А кто сказал, что это правильно? Кто определил, что это является чем-то важным? Чтобы именно вот так, как вы говорите, было правильно. Важно, чтобы вот так. И его важность совпадает с вашим важным. Сможете ли вы, когда вы придете на небо, сказать ему, послушай, все было нормально, важно, чтобы ты был у меня в душе, ты там у меня и был. Он случайно не спросит, вас не смущает, что я сказал какие-то другие вещи вот здесь? Что я сказал, что важно что-то другое, а не то, что вы определили словом важно. Он определил некий путь, по которому человек может приближаться к нему. А кто-то пришел и сказал, послушайте, я считаю, что тот путь неправильный, а тот путь, который правильный, это мой путь, по которому можно приближаться к нему. Здесь понятно? Были ребята, которым сказали, послушайте, было бы неплохо, чтобы вы знали, что не стоит делать изображение и поклоняться ему. Ну, им так сказали. Я не знаю, он так сказал. Кто так сказал? Он так сказал. Моше пришел и сказал им. Но когда Моше пришел и сказал им, он так сказал, я вам просто передал. Я не знаю, почему, но вот он так сказал. Если вам что-то не нравится, претензии к нему? Итак, он приходит и говорит, ну, если вы захотите ему поклоняться, вот так поклоняться ему не надо. Ему так не нравится. Но были ребята, которые решили, будет неплохо поклониться ему вот так. Они хотели что-то плохое? Ему абсолютно точно. Они сказали, вот твой Бог Израиль, и добавили, чтобы вы не подумали, что это какой-то другой Бог, это тот Бог, который вывел вас из земли. Смотрите, не перепутайте, мы говорим не о каком-то другом, мы говорим именно о том Боге, который сделал десять казней, который раздвинул море, который нас сюда привел, это вот именно тот Бог. Вот смотрите, как выглядит, симпатично. Золотой не просто там как-нибудь и что-нибудь, а золотой, все нормально, мы пожертвовали и сделали. Красивый, симпатичный, вот он, смотрите, красивый. и мы же не кому-то другому, мы ему. Ну, все же правильно. Естественное желание человека поклониться, естественно, мы его, собственно говоря, и удовлетворяем свое естественное желание поклониться вот тому Богу, который выглядит вот так. Но почему-то вот тот Бог, который их вывел, который сказал, вот так не надо, сильно расстроился. Я не знаю, может Бог и не сильно расстроился, но Моисей точно сильно расстроился, так что вот тех, которым такая светлая мысль в голову пришла, решил немного порезать. И они могли ему сказать, послушай, ну, мы же нормальные ребята, мы же не другому Богу. Мы просто другим путем. А мы пойдем другим путем. Он говорит, больше выходить не будете. Никаким путем. Никогда причем. За то, что вам такая светлая мысль пришла в голову и сказали, вы, что вот так можно. Говорит, так вот вас предупреждали, что так нельзя. Так главное, чтобы он же был в душе. Главное, чтобы вот так. Он говорит, не, вы не поняли. Главное, это как он сказал, а не как вы себе придумали. Приближаться к Богу можно только на его условиях, а не на наших. приближаться к Богу можно только на его условиях, а не на наших. Поэтому он говорит, любой из вас, тех, кто решил служить мне на моих условиях, отождествляя себя с моим народом, любой из вас может, а все остальные извините. либо вы должны стать любым из них, либо звоняйте. Не приблизились. Понятно, о чем идет речь? Как бы я тоже хочу. Говорит, тогда ты должен стать одним из них. А можно я сделаю это, не являясь одним из них? Можно. Можно. Знаете, моего пастыря когда-то спросили, а можно ли грешить? И он так со сцены говорит, можно. только умрете. То есть можно. Только результат, ну как бы. Не, пожалуйста, никто не запрещает. Можно, пожалуйста, только умрете. Сделайте, только результат вам должен быть известный. Можно принести? Да можно, пожалуйста, только она там не принята. То есть принести вы можете, сделать вы можете, но она там что? не принимается, потому что это может делать любой из вот этих, из вас. Вот любой. Вот для вас все нормально. Для вас любой. А для них, извините, так что мы хуже? Да не, мы не хуже. Только если вы хотите, то вы должны стать любым из них. Так я же лучше. Во-первых, я красивее. Ну, посмотрите на этого маленького, плюгавого, лысого. А я, ну, совсем другое дело. Нормальный себе язычник, на голову выше его. Кучерявый. И Бог в душе, кстати. По поводу красоты, вы знаете, этот старый анекдот, когда еврей подходит к зеркалу, он с утра смотрится в него. Говорит, посмотри, это же ужас. Маленький. Близорукий, в очках. Плюгавенький, так уже полосел. Это же надо, как они деньги любят. Так вот, они некрасивые. А язычники, они красивые бывают. Понятно? А он говорит, любой вот из этих некрасивых может. А вы все красивые должны стать вот. Ну, не то, чтобы такими, как они. Это что только они там, понятно, некрасиво будет. Можете оставаться только красивыми, но должны стать любыми из них. Чем все это закончится, для вас непонятно. Ну, ладно. Итак, приближаться к нему можно только на его условиях. Он говорит, любой из вас может. А не из вас, соответственно, извините, не может. И так, продвигаемся медленно куда? Дальше. И дальше написано, если жертва его, что? Есть. Если жертва его, есть. А если жертва его не есть. Выражение. Если. Это что? Условие. Если жертва его. Это не в смысле кушать. Это если жертва его такова, тогда она должна соответствовать определенным условиям. Если жертва его такова, то она должна соответствовать определенным условиям. И поэтому, если жертва его такова, то она должна соответствовать определенным условиям. И если жертва его такова, то она должна быть не в смысле кушать. Если жертва его такова, то она должна吃. перед Господом. Другой перевод. Если из крупного скота жертвало его для всесожжения, то пусть принесет он самца без порока ко входу в шатер откровения, пусть приведет его по своей воле к Богу. Если жертва – это жертва всесожжения, из крупного скота, пусть принесет самца без порока ко входу в шатер собрания, приведет его, как выражение, его старания перед Богом. Если всесожжение жертву из крупного скота, то мужского пола без порока принесет его ко входу в шатер собраний, приведет его по доброй воле своей перед Господом. Заметьте, в синодальном переводе не подчеркивается, в других переводах несколько раз подчеркивается, по чьей воле он должен это сделать? По собственной воле. Не по чьей-то воле, а по собственной воле он это должен сделать. Понятно, да? И здесь также определено, каким критерием должна соответствовать данная жертва, и куда ее нужно привести. Если жертва есть, то определены требования, к этой жертве, и определено место. Если те или другие требования не соблюдаются, то она не есть такая. еще раз, только медленно. Если требования к жертве или к месту не соблюдены, то эта жертва не есть жертва, та, о которой идет речь. Она может быть чем-либо другим, кому-либо другому, но если мы говорим о Всевышнем, то эта жертва не есть жертва Аллах, которая предназначена для него, потому что она не соответствует либо по месту, либо по условиям, требованиям, которым выдвигает он. Здесь понятно? Так что, если мы хотим приближаться к нему, мы можем приближаться только на его условиях. В противном случае, может ли кто-либо другой? Да на здоровье. А можно не вот такую, а вот такую. Можно не мужского пола, а женского? Можно. А можно не в скинию, а в какое-то другое место? Можно. Но тогда это не есть жертва Аллах. И она не посвящена тому, кто это сказал. Потому что он сказал, куда, как и кому. Понятно? Итак, для чего это надо было сделать? Для того, чтобы приобрести что? Благоволение. Если благоволение не приобреталось, имеет ли смысл принесение жертвы? Нет. Если жертва не соответствует условиям, приобреталось благоволение? Если место было не то? Нет. Если тот, кто приносил, был... Ну, красивый, но не тот. Тоже нет. То есть, были условия, и соблюдение только всех условий обеспечивало что? Минимальные требования для получения благоволения. Это не было гарантией благоволения, но были минимальными требованиями необходимыми. Потому что мы говорим о том, что, как это ни странно, жертва всегда сопряжена с чем? С риском быть непринятой. То есть, мы железно были уверены в том, что если требования не соблюдались, то жертва уже, для начала разговора, не есть жертва, а значит, соответственно, она и не будет принята. А если она не будет принята, то не имеет никакого смысла. И поэтому человеческое выражение главное, чтобы в душе остается главным только для человека. Ответил я на этот вопрос? Отлично. Двигаемся дальше. Говорится о благоволении. Понятно, что это что-то хорошее. Да? Да. А что это хорошее, пока непонятно. Что это хорошее, пока непонятно. Ну, дальше написано, чего надо делать дальше. Возложит руку свою на голову в состоянии и приобретет благоволение в чем? В искуплении его. В синодальном переводе в очищении грехов возложит руку свою на голову в жертву всесожжения и приобретет благоволение во искупление свое. Он возложит руку на голову в жертву всесожжения и тогда это будет принято как действие согласно божественной воли, чтобы добиться прощения для него. И возложит он руку свою на голову в сесожжения и благосклонно будет принято для него, чтобы искупить его. Понятно, что здесь говорится о некотором действии, которое связано с прощением, искуплением или другими словами устранением каких-то препятствий для общения с ним. И говорится о том, что в этом будет выражено что? Благоволение. Наше понимание благоволения, оно прежде всего связано с настоящим или будущим? С будущим. А здесь говорится, что оно наступит когда? В настоящем. И когда мы говорим о благоволении, то мы говорили о том, что должно было быть выражено. в изменение внешних обстоятельств, да? А здесь говорится, что оно будет выражено в общем-то совсем другом, нематериальном. Разницу ощущаете, нет? Благоволение будет выражено сейчас и здесь, но в нематериальном. и что это значит? Заметьте, животное стоит целехонькое, мертвое или живое? Живое, целое, еще ему ничего плохого не сделали. Он только возложил на него, что? Свои руки, а Бог говорит, уже считается. Уже жертва, что? Принято. Уже ты приобрел благоволение. Если условия принесения соответствовали требованиям, место соответствовало, приносящие соответствовало, то в момент, когда он возлагал руки на жертву, на ее голову, Бог говорит, ты получил то, для чего ты ее привел. Она принята. Ты приобрел благоволение. Что? Авраам Ицхака привел. В принципе, пожалуйста, как Авраам Ицхака привел, не зарезал, но Бог принял. Понятно, да? Коренным образом отличается принципиально от подхода, который изобрели себе другие люди. коренным образом отличается. Они ожидают в будущее того, что произойдет, и на основании того, что произойдет, они оценивают, принята жертва или не принята. В нашем случае, она принята, и приносящий должен что сделать? верить в то, что это так. Никаких изменений внешних не происходит, но жертва принята, и он приобрел благоволение. В настоящем. И нужно в это было верить. И мы говорили о том, что принесение жертв без веры на всякий случай, оно абсолютно лишено всякого смысла. тебе все делать, если ты не веришь, ты приобрел сейчас благоволение. Понятно, да? И в тот самый счастливый момент, который ты возложил руки на голову животного, оно перестало быть животным и стало чем? Жертвой. В тот момент, когда ты возложил руки в том месте, оно перестало быть животным и стало жертву. И в этом огромная разница между всеми убитыми животными и жертвами нашего Бога. жертвами. И Всевышний говорит, что-то сейчас начнет происходить. Жертва Аллаха это жертва, которая поднималась. поднималась, восходила. Все сожжения это жертва, которая восходила. Что-то поднимается, а когда оно поднимается, оно куда движется? Наверх. Ну, оно поднимается, значит, движется куда? Наверх. Что-то начнет подниматься, что-то начнет восходить. и что? Фемиам. Про фемиам там ни слова. Курение. Запах поляного мяса. А оно ему просто так нравится? Благоухание. Ой, спасибо. Благоухание, приятное благоухание. Вы когда-нибудь жарили шашлык? Вкусно пахнет. До определенного момента оно вкусно пахнет. А если этот момент ну немножко пропустить, как оно начинает пахнуть? Паленым. И вам именно это приятно. И что, хотелось бы нюхать и нюхать? Кушать? Когда оно уже загорело? А, нет, я спрашиваю, когда этот момент пропустили, что вы делаете? Вы ломитесь к этому месту, чтобы забрать это оттуда? есть ли возможно еще спасти? У него что, с обонянием какие-то проблемы? У Всевышнего что, с обонянием проблемы? Нет? Вам не нравится, ему должно понравиться. что? Запах паленого мяса? Какое-то, вот что же пахнет? Хрех? Что же ему нравится? Сердце. послушайте человеку, что-то очень важное есть в человеке. Когда-то был такой парень, звали его Ноах, он принес первую жертву, которая названа была жертвой Аллах, жертвой всесожжения. Это было его ноу-хау на тот период времени. Никто не знал, что это такое, никто никогда не делал. Это первый раз, когда мы встречаемся с жертвой Аллах. И написано, что он принес жертву каких животных? Чистых. Был закон о чистом и нечистом? Нет. Различались животные между собой? Нет. Их вообще кушали? Нет. Тот, кто сказал да, ответил неправильно, не спешите. Только после этого они начали кушать. До этого человек не употреблял в пищу. Что-то он сделал. И то, что он сделал, оно было достаточно странным. Оно было достаточно странным. И откуда он знал о том, что эти животные чистые, их можно приносить, а остальные, которые нечистые, их нельзя приносить? Устная тора, согласен. Уже тогда она была у Моше. Уноха, да? Через Адама он получил. Значит, это еще одна история, байка о том, что устная тора, некоторые рассказывают о том, что устная тора была принята Машена Гарисинай, а некоторые рассказывают другую байку о том, что существовала устная тора еще у Адама. Ну, те книги, которые это рассказывают, там есть прямые разночтения, это отдельная история, если кто-то захочет узнать, я расскажу. Там есть противоречия, заключенные в самой этой книге. Софер и Цира, по-моему, рассказывают об этом, да? Ну, еще какие есть идеи, откуда он знал, какие животные были чистые, а какие были нечистые? Самый простой вариант. тебе я не говорил отвечать. он имел взаимоотношения с Богом и отсюда он знал. Хорошо, еще какие свои варианты? Ну, откуда? Он же знал о том, что вот это можно, а вот это нельзя. Вот чистых он мог принести, угадал. Тоже неплохой вариант. Подождите, подождите. давайте дадим возможность еще. Может быть, появится. У него было понимание правильного и неправильного. Еще какие варианты есть? Самое лучшее. Вот те, которые были чистые, те были лучше, чем те, которые нечистые. А как они были лучше? Красивее? А? Не понял. Учтите, он не ел ни тех, ни тех. На вкус он тоже не знал. Еще есть какие-то версии? Я знаю. Еще какие версии? Все? Есть еще одна. Чистых животных было как минимум на 6 пар больше, чем нечистых. А можно узнать, что бы было, если бы он принес нечистых? Как бы они размножались после всего? Были, очевидно, нечистыми. Итак, все достаточно банально просто. Чистых у него было несколько больше, чем нечистых. и поэтому нечистых он просто не мог приносить, потому что их всего было 2 штука. И если бы одного убить, то вы бы не познакомились с тем, кто такие нечистые. Если бы он принес в жертву нечистых, то вы бы не знали, кто такие нечистые. Остались бы одни чистые. Поэтому он принес в жертву кого? Устная Тора ни при чем. все намного проще. И банальнее, как это ни странно. Итак, когда он это сделал, Богу понравилось? Да, и он тоже пережил приятное. Заметьте, мои хорошие, что когда Ноох принес в жертву животных, они для него не представляли особой ценности, он их не кушал. Но труд, который он проделал, был весьма большим. Нужно было построить приличный жертвенник. В общем-то заготовить дрова, умертвить этих животных, расчленить, положить их на жертвенник, спалить. Это был достаточно большой друг. И этот весь труд был лишен всяческого смысла. с рациональной точки зрения он был абсолютно бесполезным. Бог его уже спас. Еще раз. Бог его уже спас. Бог его уже провел сквозь воды потопа. Бог его уже вывел из ковчега. Бог уже закончил полностью процесс избавления Ноха после потопа. Он уже вывел наружу. Он говорит, все, иди живи, радуйся жизни. Я сохранил для тебя все, что было тебе привычно. Твоя семья при тебе, те животные, которые жили до потопа, они с тобой, все нормально? Все, ты попал в привычную для себя среду, все нормально, иди живи, радуйся жизни. Ноха говорит, подожди, чего-то здесь не хватает. Что-то я хочу сделать. Я хочу тебя что? Поблагодарить. И Бог говорит, мне это понравилось. И причем ему понравилось это настолько, что в благословение вошли все люди, которые живут на этой земле после Ноха до сегодняшнего дня. В благословение Ноха вошли все люди, которые живут на этой земле до сегодняшнего дня. Потому что день и ночь, холод и зной, сень и жатва. Что? Не прекратились еще? Серьезно? Вот это да. И радугу, между прочим, вы периодически что? Видите? Понятно, да? Итак, не запах паленого мяса, а благодарность его удовлетворили. Ему понравилось. Это та часть, которая присутствует в жертве Алла. Все. На сегодня, я думаю, что мы практически закончили. что? Субтитры создавал DimaTorzok